Все как-то готовились, нервничали перед ним. Но общая обстановка такая была недостаточно доброжелательная. После двухгодичного, скажем так, назад, если вернуться два года назад, единогласного выбора и радости выбора людей сегодняшнего президента, то, насколько было из прессы известно, потому что официально это не оглашалось, что две трети коллективных членов высказали недоверие. Или не недоверие, а вообще как бы перезагрузку, объявили перезагрузку власти, скажем так. То есть о недоверии слова не шло. В выборах меня очень удивляет, что у нас сначала это не нагласно, а потом появляется два-три человека, которые не согласны, а потом приходит все к двум-третьим. И вот это несогласие, оно как-то будоражит и, наверное, нервирует общественность, если есть общественность, которая нервничает по этому поводу. И, наверное, вся эта нервозность, она сказывается и на футбольной элите. Поэтому делать выводы, как бы, знаете, я увидел людей, которым уже, наверное, надо на покое быть, а они все голосуют и куда-то идут. Поэтому меня, как бы, как человека просто, ну, чуть-чуть знакомого с футболом удивляет то, что есть организации, которые вообще не ведут никакой работы, а имеют также такое же количество голосов, как и организации, которые финансируют футбол и содержат его сотнями тысяч долларов. Поэтому всегда вот эта вот, скажем так, диспропорция тех, кто создает и тех, кто голосует, к чему-то вот такому приводит. Потому что два года назад, я повторюсь, что эти же люди голосовали единогласно и радовались, что пришел Коньков. А сегодня как-то перезагружают.